У нас в стране есть три ветви власти. Законодательное парламент, исполнительное правительство и судебная власть. Мы всегда говорим о разделении этих ветвей власти. Что было ранее? Ранее те партии, которые представляли большинство в правительстве, назначали кого-то из себя на пост премьер-министра и министров. И фактически не было разделения ветвей власти между парламентом и правительством. В предлагаемой нами ситуации, когда президент предложит независимого не от политиков, от партии, кандидата, но имеющего обязательства по отношению к профсоюзам и патронату, у нас произойдет также разделение ветвей власти. При этом парламентская власть законами и парламентским контролем будет монетаризировать правительство и помогать правительству выполнять свои функции. Правительство будет обращаться в парламент за поддержкой, когда нужно. Если вдруг возникнет конфликт о том, что парламент не поддерживает предложение правительства, у правительства есть законодательное право издать закон, как он называется? Я суммаре в исполнении. Когда они берут на себя ответственность. И парламент обязан будет или согласиться с этим, или не согласиться. Но если парламент не согласится с этим, значит парламент будет разрушен. То есть есть хорошая конституция, есть хорошие законы, которые позволяют нам обеспечить и сотрудничество между исполнительной властью и парламентом, и зависимость между двумя этими органами.